Ахмад Зайр Родился 14 июля в 1946 году в Кабуле Его отец, доктор Захир, был премьер-министром при короле Захир-Шахе Интерес к музыке у Ахмад Зайра появился еще, когда он учился в знаменитом кабульском лицее Хабибия Уже тогда ему дали прозвище Болбол Афганы, афганский соловей Средства отца, который был премьер-министром в правительстве афганского монарха Захир-Шаха Позволили ему получить отличное образование Полноватый, но очень симпатичный и импозантный юноша, действительно сильно похожий на Элвиса Пресли, дал свои первые концерты именно в Хабибия После чего громкая слава уже не отходила от него ни на шаг Песня Ахмад Захира поистине сладкое звучание Он пел о Боге, боли, радости, любви, одиночестве и счастье Ахмад Захир пел песни на слова поэтов-классиков В отличие от многих афганских певцов того времени, подражавших исполнителям западной эстрады Захир пел песни персоязычных поэтов-классиков Таких как Хафиз, Саади, Бедель, Маулана, Джарлуддин и Балхи Тонный и мелодичный голос Захира, его незаурядная внешность, заставляли девушек дрожать и мечтать о встрече с ним Впрочем, это и сыграло роковую роль в его судьбе Афганцы, которым за 50, рассказывают довольно похожие друг на друга истории о причинах и обстоятельствах гибели великого певца Ахмад Захир влюбился в дочь тогдашнего премьер-министра Афганистана Известного тем, что в свое время по его приказу был задушен подушкой председатель революционного совета страны Нурмухамад Тараки В умерщвлении Тараки принимали участие адъютанты Амина, некие Талон и Рузи С одним из которых корреспонденту РИА Новости даже доводилось встречаться лично Именно Талону приписывают исполнение приказа хозяина по негласной ликвидации Ахмада Захира Которого незадолго до этого спасла от расстрела дочь Амина Узнав о любовной связи популярного певца со своей дочерью Амин распорядился упрятать Захира в центральную кабульскую тюрьму в Поличархи Оттуда в то время на волю практически никто не возвращался В конце 70-х по стране шли массовые репрессии Люди расстреливались тысячами без суда и следствия А порой закапывались в братских могилах Некоторые как раз поблизости от этого зловещего кабульского централа Такая же участь ждала бы и Захира Но любовь дочери диктатора однажды спасла его от скорой расправы На свадьбе одной из родственниц Амина, его красавица-дочь, поставила отцу ультиматум Перед гостями должен выступать именно Ахмад Захир и никто другой Отец был вынужден отдать приказ и привезти из тюрьмы певца Который исполнил перед собравшимися несколько песен Захира собирались забрать прямо со спадьбы И увезти в тюрьму Но и тут его спасла любовь дочери диктатора Которая грозила устроить громкий скандал Если он останется в заключении И Ахмад Захир вышел на свободу 14 июня 1979 года в компании друзей он отправился на автомобиль на перевал Саланг Где, по данным местной прессы, попал в автокатастрофу в районе Чарикар Однако его приятель, тоже певец некий Махбубулла Махбуб И все остальные друзья, находившиеся в машине, почему-то остались живы А погиб лишь Захир Медики, обследовавшие изуродованное в автокатастрофе тело певца Обнаружили на голове погибшего Ровное, круглое отверстие Похожее на пулевое Но в то время этот факт, конечно же, не стал достоянием общественности А всплыл лишь спустя несколько лет Когда не стало уже самого Амина А его семья была заключена под стражу Именно в тюрьму Пулечархи Выступавший перед представителями СМИ Несколько лет назад Бывший приятель убиенного певца Махбубулла Махбуб Отрицал причастность к гибели Захира Хотя доподлинно известно Что Захир частенько высмеивал его в присутствии сверстников и подруг Тем не менее, до сих пор в народе живет версия Что гибель Захира была тщательно спланирована По сведениям, полученным корреспондентом РИА Новости Отряда афганцев Сестра Ахмада Захира сейчас живет в Америке Где работает парикмахером Жена и сын певца также живут в США Говорят, что сын Захира Как две капли воды Похож на отца И тоже иногда выступает в песенном жанре Правда, это случается крайне редко В центре Кабула, в доме, где когда-то жил великий певец в 80-е годы прошлого столетия Размещалась уже семизабытая советская фирма Потом ее перекупили А нынче во дворе этого дома работает мастерская по заправке автокондиционеров Останки Ахмада Захира покоятся на старом кабульском кладбище Куда до сих пор не зарастает народная тропа Изложенная выше лишь одна из версий недолгой бурной жизни и смерти великого таланта Память о котором не смогли стереть десятилетия кровавого афганского противостояния Но именно она продолжает жить среди афганцев сегодня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok